Себе побибикай. Можно ли сигналить в населенных пунктах? Случаи, когда разрешается применение звуковых сигналов, четко прописаны в правилах. К сожалению, не все водители соответствующий раздел ПДД читают. БЛЖРЯЛАННДЕ АЗАТЛНДЕ ОУАБОЛАДЫ Гудение на дороге регламентируется пунктом 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами ПДДРК». Согласно подпункту 12 данного раздела, звуковые сигналы применяются только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. В случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. То есть бибикать в городе или поселке, стоя в пробке, на перекрестке, в надежде поторопить регулировщика, или во дворе, или чтобы вызвать кого-то из дома, по закону запрещено. Статья 602 КАПРК за нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними звуковыми сигналами предусматривает штраф 3 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года – 5 МРП. Причем, согласно статье 797 АДМ Кодекса, машину любителя погодить полицейские имеют право увезти на спецстоянку до устранения причин задержания. По всей видимости, до уплаты нарушителям штрафа. Кроме того, если водитель сигналит во дворе жилого дома с 22 часов до 9 часов в будние, или с 23 часов до 10 часов, в выходные и праздничные дни, его имеют право привлечь к ответственности по статье 437 КАПРК за нарушение тишины. Штраф в этом случае предусмотрен на первый раз 5 МРП, а особо неугомонным за повторное гудение в течение года – 10 МРП. Удачи на дорогах! И не бибикайте, почем зря!